Всем привет! Меня зовут Салин Саша и я расскажу вам о Леоплеврадоне. Леоплеврадон это род плеозавры, живших в среднем юрском периоде, больше 160 миллионов лет назад. Плеозавры это группы короткошеях плезиозавров, существовавшие в мезозудскую эру. Внешность плеозавров совершенно иная, нежели у плезиозавров. Вместо длинной шеи, маленькой головы, огромная пасть, массивный череп и короткая шея. Род Леоплеврадон был описан Анри Саважем в 1873 году на основе 7-сантиметрового зуба из среднеюрских отложений Франции. Леоплеврадон означает зуб с гладкой поверхностью. В 1948 году Нестор Иванович Ноложилов в юрских отложениях Поволжья обнаружил большую часть черепа и другие кости животного, которые впоследствии были отнесены к новому виду – Леоплеврадон ростикус. На данный момент систематическое положение этого вида не до конца ясно. Леоплеврадон имел длинное и бочкообразное тело, отлично приспособленное для перемещения в воде. Двигался ящик, взмахивая четырьмя мощными ластами. Синхронное движение четырьмя ластами позволяло мгновенно совершать колоссальные рывки во время охоты. Хвост Леоплеврадона был коротким. Леоплеврадон вел одиночный образ жизни, охотясь из засады. Он набирал полные легкие воздуха и мог около часа поджидать проплывавшую жертву, затем атакуя из глубины. Леоплеврадоны питались крупной рыбой, моллюсками, а также могли нападать на других морских рептилий. Несмотря на то, что плеозавры жили в морях, они являлись рептилиями и дышали воздухом. Выходить на сушу и откладывать яйца Леоплеврадоны, по всей видимости, не могли. Как и другие рептилии, приспособившиеся к жизни в морях, они адаптировались к живорождению. Леоплеврадон – один из известнейших плеозавров. Он показан в третьей серии прогулок с динозаврами, вышедшей в 1999 году. В ней ошибочно указывается размер животного в 25 метров и вес 150 тонн. Эта же ошибка присутствует в сериале 2003 года «Прогулки с морскими чудовищами», где два этих монстра поедали огромную рыбу ликтихтиса. На самом же деле, размер крупнейшего Леоплеврадона оценивается полиантологами максимум 6,39 метров, а вес максимум 5 тонн. В конечном итоге, эта ошибка делала Леоплеврадон знаменитым наравне с тиранозаловым Рексом. Пока, Леоплеврадон! Леоплеврадон 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 Продолжение следует...